Позавчера вернулся из Израиля, откуда вам сердечный шалом от всех тех, кого вы знаете из наших. И те придают вам огромнейший привет, особенно от Татьяны Гулько. Кто помнит Татьяну Гулько? Ой, Танечка, которая безусловно рада, что она все-таки попала в землю отцов, в землю обетованную. Но как всегда, не без приключений. Вы сказали, и что? В каком смысле без? У нее никогда не бывает просто так, у нее всегда есть какие-то приключения. Она туда поехала, а там, как и у нас, война. Она сказала, не дождетесь, меня отсюда никакой араб не выгонит. Так что нормально. Ну там еще приветы от Марины Шварцман, ее мамы, Лены, Лан, Гудко, всей компании, Матвейчиков, Спиваков. Да и плюс Корнета кто-то вспоминает, да. Вспоминает всех нас, не злым, но тихим словом, шалом, друзья. Они говорят, передайте, Ребе, всем шалом, те, кто нас знает. Я бы, конечно, передал бы и привет от Нюмы, но, увы, мы встретимся только там, на небесах. Хотя с его братом мы встретились, и он тоже передал вам огромнейший привет. Если вы не знаете, что у Нюмы был брат, таки, да, у него был брат, но он жил в России, переехал как раз, перейдем, как Нюма переехал. Ну, два брата, они близнецы. И знаете, что можно сказать о шаломе, который мы им посылаем? А они посылают в свою очередь нам. Они говорят, передайте шалом. И вы говорите, я и уезжал, передайте всем шалом. Вот в это немирное на обоих землях время, мир нам всего лишь только снится. Правда? В немирное такое время на обеих землях, мир нам только снится. Вот об этом шаломе, что можно сказать? Нам он только снится. Хочется проснуться, как будто ничего и не было. А в реале нам говорят шалом и вкладывают в это немножко другое понимание, когда говорят, типа, не только мир. В этом слове есть особенный мир, который Бог дает нам, и это превыше, то есть успокоение, превыше нормального понимания человека. Это сущность. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6 по 7 стих. Ни про что, ни про что, не тербуйтеся. За будь-яких обставин через молитву прохайте Господа, про что потребуете. Та завжди дякуйте Ему за все, что маете. Та шалом, який иде от Бога, что выше людского розумения, будет стерегать сердца ваши та думки Машеиха Иешуа. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, мир Божий, который невозможно объяснить, понять, рассудить и разжевать, но, говорится, сохранит ваши сердца и умы в единении Вишуа Мессии. Другими словами, мир Божий, который мы получаем, даст нам понятие, то есть в наших сердцах придет успокоение. Спокойно, тихо, ша. Это так не страшно. Меня спрашивали, и что вы туда едете, где бомбят и все остальное, говорят, чем лучше у нас? Чем отличается? Если попадет, то уже буду похоронен там. Если попадет здесь, то буду похоронен здесь. Какая разница? Каждый из нас, мы ждем мир мира от войны, да? Мы ждем, когда придет этот мир. Мы ждем с надеждой возвращения не только беженцев, но и пленных. Мы ждем, когда оружие переходит на плуги, и мы будем сеять мирный хлеб. Не засеивать их пулями эти поля или поливать их кровью. Сколько наших солдат и мирного населения остаются в лагерях и пыточных камерах? И вопрос, где они сегодня? Сколько еще оставшихся живых? Знаете, 7 октября стал черным шаббатом для Израиля. Как именно переводится, да? Как кто из вас любил рок? Такая команда была, Black Sabbath, да? Вот под этим названием, наверное, и останется этот черный день в истории Израиля, в нашей жизни, болью, трагедии. А кто-то скажет, да, и останется в истории, улыбаясь, насмехаясь над тем, что произошло. Наверное, никто после Второй мировой войны такого зверского нападения не ожидал в 21 веке. Взятые заручники стали заложниками спрятавшихся в туннелях боевиков Хамаса, что само по себе уже зло взять заручников и прикрывать свои дела. Освободить как можно больше заложника является основной операцией в Газе. Хотя в мире существует свое мнение на всю эту военную операцию. И я не на том месте сегодня, чтобы немного говорить и выражаться об этом. Я не для этого говорю здесь. Сеть туннелей в Газе составляет примерно из 1300 туннелей. Туннелей в Газе – 1300. И общее протяженность составляет по разным оценкам от 400 до 500 километров. Скажите, свет победы для Израиля сегодня в конце туннеля или нет? Вы знаете, что большинство всех этих заложников, которые сегодня остаются, некоторые уже где-то находят их, кого-то освободили, кого-то нашли мертвыми. Они находятся в туннелях. И задача израильской армии – не просто уничтожить Хамас, а освободить своих людей из туннелей. Вытащить их максимально безопасно. И в конце туннеля, где будет свет, будет ли этот свет победы без людей? Навряд ли. Именно задача каждому человеку, наверное, спасения другого человека, является такой высшей частью призвания. И Израиль фактически ведет эту войну в многокилометровых туннелях для того, чтобы свет в конце туннеля засиял для тех, кто были взяты в заложники. И наградой освобождения для людей от террора станут люди, живые. Вопрос из задачника. Победа над Хамасом – это награда в конце туннеля или нет? Можете не отвечать, но для нас, с вами, спасение людей является, наверное, высшей целью. Ишуа говорит о том, что идите, проповедуйте Евангелие. Те, кто услышат, те, кто примут, спасутся, да, то есть, их научите. То есть, для нас, как для верующих людей, целью, на самом деле, не погубить людей, не уничтожить, не обозвать, не критиковать. Задача верующего человека – спасти. Спасти тех, кто, может быть, недостойных жить, но все-таки спасти. Вот что пишет нам Священное Писание. Его видали на смерть за наши грехи. А Вин воскрес для життя заради нашего, нашего выправдания перед Богом. Мессия был возвращен к жизни, чтобы оправдать нас перед Богом. Вознаграждение для нас, с вами, оправдание перед Богом. Машия хумер, да, Писание говорит, но Он и воскрес, чтобы у нас было вознаграждение. Жизнь из мертвых для нас уже есть вознаграждение. Многие сказать, хватит. Вот этого хватит. Я был грешен, Бог меня спас, я принял Машиха, теперь я верующий человек. Все, я уже возрожденный. Когда настанет мой час, я изменюсь и буду вечно с Богом. Можно, скажу. И нас, мертвых по преступлениям, оживил, или же отворил, с Мессией. Благодатью Его спасены и воскресил с Ним. И посадил на небесах Вишуа Мессии, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство, благодати Своей. В благости к нам, Вишуа Мессии. Ибо благодать Его спасены через веру, сиение от вас, Божий дар. И не от дел, чтобы никто не хватился. Вы скажете, о, вот, вот, видите, Ребе. Все. На этом месте Писания можно остановиться и больше ни о чем не говорить. У нас время, скоро обед, нужно быстро идти. Знаете, возможно. И на самом деле мы спасены благодатью, уже эта жизнь в Мессии имеет смысл. То, что мы уже спасены благодатью, не от наших дел, а так просто, как говорится, даром. Помните этот мультик? То есть даром. Он заходит и выходит, да? То есть подарок этот даром, то есть бесплатно. То есть бесплатно, да? Но в Писании есть нечто, что заставляет нас не успокаиваться ради этой жизни. Потому что мы все проходим какие-то сложности. Все, что у нас происходит, однозначно и сложно здесь. Поэтому этот путь, этот дар, который мы проходим, да, является путь в длину жизни, но в конце, как я уже сказал, вознаграждения, в конце туннеля. Тот свет, который мы хотим увидеть. Как цехал, то есть армия Израиля, проходит метр за метром в туннелях газа для спасения заложенных, так и каждый из нас, одетый во всеоружие Божие, хочет пройти этот жизненный лабиринт туннеля, не заблудившись, и увидеть свет вознаграждения. Потом просто сказать, я справился, я прошел. Представьте себе, 500 километров туннелей, из которых, туннели разных, 1300 разных туннелей на разных уровнях, под разными территориями. Это как отсюда до Киева. А? Нет, 440 туда, до Киева, еще обратно. Это копать и копать. Справедливости ради, спрошу. Знаете, а награда в конце туннеля какая? Если у нас есть вознаграждение, и сказать, я справился, и теперь моя жизнь в безопасности в Божьих руках, и в присутствии в городе Божьем, где тот город, который искал Авраам, у меня вопрос, простой вопрос, из задачника, а что мне за это будет? Какое вознаграждение? Чупа-чупс. Зашел, молодец, детки, чупа-чупс вы получили. Или что-то еще. Какое вознаграждение меня ждет за те ситуации, которые я прохожу здесь на земле? И самый интересный вопрос. У нас, помните, всем по нужде, как там говорили, да? Давали, как бы, вот, ну, вознаграждение было. То есть некоторые в Советском Союзе пытались построить коммунизм, у всех было все одинаково. В какой-то момент мы до этого дошли, до инкубатора конкретно пришли, потому что ты и шел по улице, и знал, что привезли на базу. Или вас такого не было? В нашем маленьком городке все же понимали, что было на базе, потому что все начинают ходить в тех же ботинках или кроссовках, а потом же еще и в этих самых, в куртках каких-то таких, штанах одинаковых, да? И оно было импортным, замещением. Оно было замещением. И мы точно понимали, что мы уже ходили в инкубаторе. Равно ли будет то вознаграждение, которое мы действительно, когда придем к финишу, будет ли оно одинаково? Наверное, говоря об этом, тут на земле, как-то неинтересно сказать, что абсолютно не будет все одинаково. С коммунизма там, гарантирую, не будет. Мы декоммунизацию не обезвелили, да? То есть момент такой, что там не будет одинаково. А если там не будет все одинаково, у нас закрадывается мысль, так они сильно хорошо. Несправедливо. Мы здесь так страдаем, столько проходим, столько ситуаций в нашей жизни, несправедливо. Какая награда будет у него или у другого. Я хочу вас успокоить, на небесах не будет зависти. От слова абсолютно. Там не будет ни зависти, ни скрежет зубов, там не будет какой-то гордости, там не будет болеть селезенка, печенка, голова и все остальное. Там все будет нормально. Но при этом ты будешь четко понимать, что твой сосед, чего-то больше, чем у тебя. Но зависти не будет. Вот как это возможно? Я не знаю. Вознаграждение Всевышнего базируется на верности исполнения его правил жизни на земле. От того, как мы живем тут, мы сможем увидеть, что мы получили там. Другими словами, как мы жили здесь, зависит от того, что мы там получим. В чем оно выражается? Достойно ли оно за него проходить все то, что мы проходим здесь на земле? Как в туннелях газа. Трудно, да? Я скажу однозначно да. Однозначно да, нам стоит проходить все то, что мы проходим здесь на земле, чтобы получить награду, которая на небесах. Вы скажете, Реве, вы же там не были. Что вы там видели? Я скажу так, что я бы прочитаю, что там обещается, да? Но при всем этом я еще там не был. Слава Богу, что я остался еще здесь. Как немножко, так? А то бы за мной скучали, а я бы нет. Там же не скучают уже за людьми. Вы понимаете? Там не скучает никто. Там просто есть одно интересное состояние, блаженство люди называют. Богу же известно наше намерение, правда? Богу известно и истинные, или притворные намерения. Что мы делаем, поверили, что под тщеславию. Где мы лицемерим, а где мы искренне, добрые мы, или злые. Богу же все известно. Мы-то фасад-то можем одеть, его немножко подрихтовать, подрихтовать немножко, да, как бы, и все у нас хорошо. У кого-то покерфейс называется, да, тихо, спокойно, ничего не прочитаешь. У кого-то все на эмоциях. Ты еще не успел что сказать, уже все. Ой, все, уже все, уже не хочется с ним разговаривать. Еще ничего. То есть, мы люди, мы такие. Но Писание говорит, я буду читать еврейский перевод, очень здесь часто я буду вам закидывать разные переводы для того, чтобы мы поняли, где мы находимся. Смотрите. Говорит, и что, я приду вскоре. То есть, ну, очень скоро. Ну, задержался на 2000 лет, ну, что делать? Ну, скоро. Как быстро? Очень быстро. Еще два дня. Да? Еще, может, один день. Уже 2000 лет прошло. И говорит, и со мной моя награда. Секунду. Он говорит, я скоро вернусь. И у меня есть целый мешок награды. Ну, кто-то считает, что Деда Мороз это какое-то там вознаграждение на Рождество, но не ошибайтесь. Чтобы воздать каждому согласно его делам. Украинскую мову. Слухайте. Незабаром приду и отплачу каждому відповідно довчинки в його. Тут так аж весело стало, да? То есть, по-русски так смотрите. А тут слухайте. То есть, восклицание что-то такое. То есть, бодренько, послушайте, что я вам скажу. Скоро приду и всем все заплачу. Другие любить своих... Ні, каже так. Евангелие 6, 35 вирш. Ні, любить своих врагов та робить добро им. И в борг давайте, не разоховываясь, на повернение. Оттуда вы матиме велику нагороду і будете дітьми Всевішнього. Він милостивий до невдячних і злых людей. Думаєш, а при чому здесь злі і неблагодарні? Якщо я буду хорошим мальчиком? Он смотрит це в сердце? Я скажу, почему я говорю об этом. Дальше, один перевод мне очень понравился, называется перевод Аверцкого. Аверецкого, извините. И там несколько переводов есть, один мне так понравился почитать, я говорю, он похожий на украинский таким. Нет! Вы любите тех, кто вам враг. И творите добро. И делайте одолжение ему. Не просто отдавайте ему, а одолжение делайте. Не надеясь, что вам отплатят. И будет награда ваша изобильна. И будете вы детьми Всевышними, которые благ неблагодарным и злым. Ох, мне понравился этот перевод. Самое интересное, что он говорит, вы типа одолжение людям делаете. Почему я говорю об этом? Потому что вы поймете, о чем я имею вам сказать. Действительно, если кто-нибудь даст вам хотя бы чашку воды по той же причине, что вы пришли во имя Мессии, да, говорю вам, что он не потеряет своей награды. Это Марка 9, глава, 41 стих. Еврейский перевод. Даже тот, кто даст тебе воды, зная, что ты мессианский, то верующий, скажу тебе один секрет, тайну, что он получит награду от меня за то, что напоил тебя чем? Водой. И вы подумаете, подождите, а если он не верующий, что Библия говорит? Если он даст тебе воды во имя Мессии, да, знаешь, что ты нуждаешься, ты верующий человек, то я скажу так, Бог говорит, он получит вознаграждение. Кожен, кто допоможе вам чем-нибудь, чем-нибудь вам помогут, хоть бы напоил вашу воду через то, что вы належите до Христа, то, истинно, каже вам, той, напевне, одержит нагороду свою. Я убежден, кто делает добро вам, уже получит награду. Я очень хотел бы, чтобы я получил награду. Я честно, хочу так много награды, чтобы всем завидно было, но я сказал, что зависти там нету, поэтому считайте все нормально. Я хочу. Ишуа предоставил и предстал перед Пилатом. Очень интересная одна тема. Ишуа предстает перед Пилатом, и не просто потому, что он является римским перфектом, главой или возглавлял этот регион, но чтобы дать ему ответ. То есть Пилат его судит. И то место, где называется судилище, нужно было встать. То есть другим словом, это некая возвышенность, чтобы ты никуда не бежал. Ты не просто встал и говорите мне. А нужно было, видно было, всем было видно в зале. Это место называется Бима. Интересно. Вот это называется Бима. Вот эта платформа называется Бима. От нее можно проповедовать, говорить слово, и на ней же нужно будет отвечать, когда задают тебе вопросы. Ишуа стоял на возвышенности, чтобы дать ответ тому, кто его судил. Бо все мы, 2 Коринфянам 5, 5 роздел, 10 вирш, бо все мы маем постать перед престолом, то есть наби ему мессии для его суду. Там используем слово возвышенность, то есть судилище является возвышенностью. Там не только проповедовать, что ты можешь проповедовать, за каждое праздное слово, человек 10 чего, да? Ну и спросят тебя. Тоді кожен отримает те, что заслуговует. Відповідно того, что он делал, перебивая в своем теле, добро или зло. Украинский мовый так хорошо. Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Мессии, чтобы каждому получить соответствие на том, что он делал, живя в теле, добро или худое. Доброе или худое. Итак, дорогие, это место на биме для каждого из нас. Когда мы говорим об этом, вот судилище, это не место для решения твоего места вечности или ад, или рай. вот это то, что место, которое мы говорим в этом писании, не говорит о том, что все мы станем перед судилищем и там будут направо-налево козлы-бараны, как бы вы ничего не знали, типа идите в ад, понимаете, да? Не-не-не, здесь ситуация немножко другая. Здесь, в этом месте говорится о награде, той награде, которую мы заслуживаем во время, когда мы жили здесь на земле, делая добро или зло. Награда воздается по делам, по словам, по реакции, по мыслям. Будет у нас награда. То, что мы могли сделать, но не решали сделать, что не должны были делать, то делали. У нас будет вознаграждение за то, что мы делали, доброе или зло, и мы будем судить, то имеется в виду, нам дадут за то, что мы достойны, или как бы делали угодные Богу, или как говорится, не угодил Всевышнему, не угодил ты Богу, как-то так. То есть у нас получится. Тому, это 2 Коринфянам, 5 роздил, 9-й и 10-й вирш. Тому, намагаемся за всех сил ему подобаться. Интересно, интересно. Что говорит там? Намагаемся за всех сил ему подобаться. А кто из нас пытается изо всех сил ему понравиться? Ну, один там высказался, нравится, не нравится, но в данной ситуации потерпи. Чи мы в теле, чи поза телом. Всим, бо нам треба взятися перед судом Христовым, щоб кожне привив згидно с тем, що зробив, як був в теле, чи добре, чи зле. Потому, находясь дома, я вам перевод делаю сейчас немножко другой, еврейский, мессианский перевод. Потому, находясь дома, или вдали дома, мы всеми силами стремимся угодить ему. Ибо все мы предостанем перед судом Мессии, где каждый испытает на себе хорошие или плохие последствия того, что он делал, пока находился в теле. Ой-ой-ой, ва-вой, шо же нам делать? Знаете, когда я смотрю на это все, почему-то мне так захотелось об этом поговорить. Есть ли награда в конце туннеля? Разговор очень простой. Павел говорит, объясняет, что новая жизнь, как личный счет в виртуальном кабинете, где ты и я собираем поинты или так как-то они называются поинты. У нас есть виртуальный где-то банк. Кто-то сказал, что монобанк это виртуальный? То есть у них нету представителя. Виртуальный банк. Ох, это хорошее как бы что-то хороший пример. Некий у тебя карточка есть? Банка. А банка нет, чтобы пойти туда. Ты должен виртуально что-то делать. Знаете, мы с Татьяной отовариваемся в Сильполе и в Эпицентре. У кого есть карточки магазинов? Там в Сильполе там у вас да, как бы спрашивают как там называется карточка постоянного клиента. Вот клиент нашего магазина дайте мы вам запишем поинты не понты а бонусы молодец я думаю слово такое еще для нас это поинты бонусы некоторые понты делают ну как бы так карточками аж вот так туда на свой на на телефон там раз QR-код пожалуйста как бы так вот и там следующий вопрос о вам списать ваши бонусы и ты думаешь не, не, не не надо накопим где-то в виртуальном месте где-то там деньги мы накопим и я вспоминаю сразу места писания не собираетесь себе что сокровище то есть я понимаю кучу мелочи не хочет носить с собой а то карманы отвиснут и мы собираем какие-то бонусы какие-то привилегии в каком-то неизвестном виртуальном мире карточек и когда тебе нужно что-то списать а ты хочешь купить что-то у тебя не хватает денег списываем как как только мы станем на судилище на биму у нас будет вопрос как в сельпо или как в эпицентре карточка постоянного клиента есть я вроде бы однажды был спас уже у меня есть уже и номер имя спасенный у меня уже карточка постоянного клиента есть сегодня списываем или накапливаем мы все будем судиться тем что мы делали добро или худое этот вопрос не касается нашей вечности это касается вознаграждение нашей награды что мы будем отвечать многие скажут а мне бы дверь хотя бы войти в небесную чуть-чуть проползти некоторые начинают цитировать мне писание лучше быть у порога или на пороге в доме господь чем в шатрах нечестия молодец хорошо а я не хочу не имеется ввиду быть в доме господьем а я не хочу быть на пороге а слова никак абсолютно вы читали сколько там будет людей нет я вроде бы там читал миллиарды сколько это я не знаю но быть в последних рядах и смотреть все такими все маленькими концерт ангелов вечное аллилуйя которое будет петь я не хочу хочу быть поближе чуть-чуть поближе получить вознаграждение каким-то образом поэтому я все в этой жизни провожу через мое решение и потому что Бог знает конкретно какое у меня сердечное состояние по отношению к тому или другому делу по тому как я говорю с людьми что я говорю с людьми манипулирую или же развожу я лично хочу быть немного ближе а он обещает об этом 1 Коринфянам 3 глава 9 стих по 16 ибо мы соработники у Бога а вы Божья Нива Божье строение вы Божье строение я тоже да дальше а по данным мне от Бога благодати как мудрый строитель положил основание а другой строит на нем но каждый смотри как строит ибо никто не может положить другого основания кроме положенного которое есть мессии ишуа обращение к кому ко мне тому кто уже спасен на основании которым я строю мессия я уже спасен камень уже кроугольный он уже у меня есть и Павел говорит строит ли кто на этом основании золото серебра дакоценных камней дерево сено соломы он говорит каждый имеет делать что он делает а можно строить и золото из серебра? Скажите. Можно. А можно строить из серебра золотой соломы? Можно. Другими словами, он дает возможность всем строить из камней соломы и всего. Каждого дела обнаружится. Другими словами, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какое оно есть. Дело может быть, и дело может не быть. Но здесь, говорит, у каждого человека есть дело. На каждого заведено дело. На каждого заведено дело. И у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит что? Ха! Спасение это часть как бы у порога. А есть еще на награда. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Не говорит, что он не получит награду. Это, как вот, помните, зло и добро. Ты делаешь, вот верующие, но не хотят ничего делать. И вот, и не манипулируют, избегают, находят себе извинения, почему они не могут делать, почему не могут послужить, почему там что-то еще, почему не на, вообще наговорили на человека, почему они сплетни распространяют, почему еще там недочувствует бреха, как бы все. И знаете, вот это состояние такое. Вот это раз, вот это с этим, пришел, вот с этим к Богу, и там огонь. Испытает это все. Встал, как головня из огня. Вы представляете, как вот, весь, как вот, как курица, как вот подпаленая, да? Но ты спасся, ты, говорится, впрочем, сам спасется, то есть награда. А как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, а Дух Божий живет в вас? Другими словами, все будет испытано. Друзья, мы можем дурачить друг друга. Ну, реально. Можем лукавить, лгать друг другу. Но Божий огонь все расставит на место. Бога не обманешь. Он знает твое лукавство, твое сердце, развращенно, куда оно направлено. Не только к страстям, к деньгам, к каким-то вещам, но и к славе, к сплетням, унижениям, лжи и гордости. Все огонь испытает. Ты можешь сказать, главное успеть покаяться. Я встречаю таких людей. Ты говоришь ему, а это что произошло в жизни? А это что произошло в жизни? Он говорит, я покаялся. Я раскаялся. Как Дмитрий Юткевич рассказывал одну историю, когда он поехал в Африку. Говорит, у них там какая-то система, я вообще не понимаю, как это происходит. Мы приехали в ресторан, мне говорили, что люди там странные. это самое. И в ресторане мы посмотрели, мы голодные, летели долго, пока доехали, смотрим, написано лобстеры. Мы такие, давайте, две порции. Он сейчас с другом был. И ждали, где-то, наверное, часа два. Приносят им три креветки. Он говорит, что это? Он говорит, лобстер. Он говорит, а где еще одна порция? Он говорит, закончилась. Он говорит, мы в таком состоянии гнева. Такие, такое. Мы говорим, дайте сюда ту самую, как бы сказать, начальника. А та говорит, ну извините, не было больше, как бы это. Начальник приходит, говорит, что случилось? Он говорит, мы заказывали лобстеры. Он говорит, да. Вы вам принесли креветки. Да. А это же не лобстеры. Она, как это, официант говорит, а ты извинилась? Он говорит, да. Она же извинилась. Он говорит, подожди секунду. Мы просили две, две порции. Они просили две порции? Да. Он говорит, но принесли одну. И говорит, и что? Не было больше. Ну не было. Она извинилась. Да, извинилась. И Дима говорит, я понял. Вот вдруг у меня включилось. И она говорит, вам нужно заплатить столько. Он говорит, извините. я не буду. Он говорит, не надо. Он говорит, я думал, в этой стране есть люди странные, но такие. Послушайте, люди могут сказать мне и вам, сказать, я покаялся. Знаете, что я говорю на этот случай? Поздно. Поздно думать, что ты можешь покаяться. Но да, нужно покаяться. Но лучше не делать для того, чтобы потом каяться. У нас такие моменты есть. Я, брат, прости, я каюсь. Не успел, это самое, поздно проснулся. И ты думаешь, извините, сегодня в будильне, в каждом телефоне, поставить раньше? Прости, ну прости, Христа ради. Зачем извиняться, когда Бог знает твои намерения, а ты, например, наплевал на то, что там будет происходить. Ты пришел позже. Все уже радикулиции заработали, носят эти балки и так далее. Ты приходишь, ой, извините, проспал. Как я сказал, мы обдурить, кого хочешь, может быть. Дурить людей, обманывать их, много можно. Но Бог сердцеведец. Помните, я говорил, награда. Ты приходишь туда с карточкой, ему говорят, снимать бонусы. И думаешь, не, не надо, говорит, поздно. Я покаялся. Но намерения твои не таковы. Знаете, собирайте себе сокровища на небесах, не видя покаяний. Люди сегодня так каются, очень часто. Не собирайте себе сокровища из покаяния. Я же каялся, я же просил прощения, но так уже умолял, так слезно плакал, так все. Собирайте себе сокровища из добрых дел. Служать друг другу и быть открытым, честным быть сердцем, которое у нас есть от Бога. У всех из нас, друзья, будет три очень больших испытания в нашей жизни. наши дела будут испытаны. Первое, это ценностью нашего характера. Ценностью. Что для нас приоритетно? Что для нас ценность? Братство любите, Господа бойтесь, да? Для нас ценность, дом Божий, люди для нас ценность, да? Бог хочет судить нас, то есть наши дела будут разбираться, испытывать наши ценности, именно честностью. Что, что у нас внутри, именно насколько мы честны, то есть мы справедливы тем характером, который мы читаем в Писании. Писание говорит, это нам дан, это слово, чтобы исправлять нас, направлять на путь истинный, чтобы мы понимали, что мы, кто мы такие. И я верю, что многие из вас прочитали, и мы изменились уже. Но когда касается каких-то особенных вещей, заглядите себе вовнутрь. Ты можешь обдурить любого человека. Да? На сценах мы видели дурачить людей какими-то движняками, какими-то изгнаниями и все остальное. Но знаете, но алчность, которая за ними стоит, она будет судима Богом. Вы понимаете, о чем я говорю? Это испытание конкретно к нашему намерению, нашего сердца, что стоит за пределами твоих дел. Почему мы делаем то, что мы делаем? Какие мысли у нас в голове, когда мы делаем то, что мы делаем? Умысел спасти людей или же унизить? Примирить или посеять сомнения? Почтить или льстить? у Бога есть тот внутренний барометр, который он судит. Сегодня искусственный интеллект это не новость, правда? Скажите, кто из вас пользуется искусственным интеллектом? Два человека. Слава Богу, больше никого не надо туда втягивать. Да? Но сегодня искусственный интеллект настолько прогрессирующий вообще в мире, что он может тебе говорить твои намерения, когда делает то, что ты делаешь. Страшно. Если искусственный интеллект может говорить о том, что ты делаешь, то есть твои намерения о том, что ты делаешь, то как сильно судит и сам Бог. Салтырь говорит, если искусственный мы говорим некоторые вещи, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенствия. То же ты сказал, что ты пообещал или не сказал, или думаешь сказать. Бог говорит, я же знаю твои намерения, ты еще ничего не сделал, а я уже знаю. Ибо от слов своих ты оправдаешься, от слов твоих ты осудишься. Матвея 12 глава 37 стих. Еще нет на языке, но еще когда ты вышел, уже ты понимаешь, что нужно оправдываться. 1 Коринфянам 10.31 Итак, идите, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете, что? Во славу Божию. 1 Коринфянам 10.31 Тут говорится, что такое иное делаете. То есть понятно, когда вы кушаете, едите, у нас всегда, когда мы кушаем, едим, у нас все во славу Божию. Нас хотели убить, мы победили, давайте покушаем. Попьем, да? А там еще другое. И иное что-то делаете. Что-то еще другое делаете. То есть когда вы ездите, когда вы пьете, або когда еще что делаете, то есть все, что делаете помимо еды и воды. Ну, конечно, люди еще спят, но тогда точно ничего не происходит. Да? А что еще делается? Усе на Божию славу робить. Не робить с покусу людей, галереем, церкви Божьей. То есть не искушайте, то есть не испытывайте ни иудеев, ни греков, ни вообще церковь Божия. Та же, как я сам угождаю всем всяческим образом, и не ища выгоды для себя, а лишь стремлясь ко благу для всех, чтобы были они спасены. Все, что мы делаем, что такое спасение? Не только наше понимание спасти от каких-то грехов, спасти и помочь. Да? Мы спасли сегодня человека. Каким образом? Я вытащил его из проруби. Ты не вечность ему дал, ты спас его от проблемы, которые существуют. И Павел говорит, все, что мы не делаем, мы делаем для того, чтобы людям помочь в той или иной ситуации. Не в ущерб, не уничтожить, не убить. Второе это испытание будет вашей веры. То есть в наших делах будет испытание веры. Могу соответственно сказать, что мы все в нашей жизни, то, что мы делаем, мы делаем с верой. Ну, конечно, света еще есть, Люба есть, но вера. Вера, что я имею ввиду? Когда мы хотим пересечь дорогу, мы на красный свет не идем, мы понимаем, что может кто-то быстро ехать и не заметить тебя. Ну, после ты такой маленький уже совсем. Но когда ты зеленый, внутри включается вера. Хотя может быть тоже сумасшедше ехать на красный свет с той стороны, но ты внутри говоришь, я иду, потому что я могу идти. То есть я делаю что-то с верой. В нашей жизни нет ни одного человека, который бы что-то делал и не имел веры. Мы всегда это имеем. Я буквально перед вылетом из Израиля попросил наших молитвенников, чтобы они молились за мою быстраю возможность уехать. Потому что много билетов или самолетов в Израиле переносят или же отказываются вылетом. Я просил. И я заранее. Я пришел за 5 часов до вылета специально, чтобы не пропустить. Пришел туда, а там не все летают. Там меньше людей, чем когда-либо было. Вообще, когда первый раз я в Израиле был, нельзя было пройти. Там людей так столько много, а сейчас можно было спокойно, но при этом нужно было заранее. И вот я подхожу к стойке регистрации, Машель Мха, как дела, как бы все. Она говорит по-русски, по-английски, по-евриту, как бы можно. Я говорю, как удобно, только не так, чтобы я запутался. Да, вот. Она говорит, ваш паспорт, я даю ей паспорт, она что-то говорит, ой-вай-вай, как бы что-то там раз нажимает, там что-то звонит, я говорю, что-то случилось? Нет-нет-нет, не спешите, все нормально, все хорошо. Я говорю, что-то случилось? Она там что-то говорит, алло-лло, как бы нету его там в списке, в этом самом деле. Я так понимаю, что я на вылет, у меня есть вылет, я спокойно. Она говорит, спокойно-спокойно, 20 минут, звонков пересел, потом он мне дает билет, говорит, счастливого пути. Другими словами, у меня было достаточно веры, потому что у меня был обратный вылет. То, что у меня не было в регистрации, то, что у меня там какие-то были проблемы у них регистрационной, меня не касалось. Потому что я и шел верой. И молитвы, которые люди держали за меня. И вот второе послание к коринфянам, знаете, говорится, ибо мы ходим верою, а не видением. Там слово видение означает внешняя оболочка, то, что мы видим. И на самом деле, когда мы что-то делаем, внутри нас мы имеем эту веру двигаться, и наши дела, то, что мы делаем, будут испытываться нашей верой в то, что мы делаем. Мы сохраняем уверенность, ибо знаем, что живя в телах, мы далеки от Господа. И живем согласно тому, что мы верим, а не согласно тому, что мы видим. Мы должны видеть. Испытание нашей веры в наших делах. Оно будет. И вот посланник Яков говорит, так и вера, если не имеет дел, мертва, сама в себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою, без дел твоих, а я покажу тебе веру мою, из моих дел. Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. А дальше что написано? И бес верует. А им это не помогает. Потому что ничего сделать уже не могут. И знаете, украинские, это лагерно такое. Так само и вера, если она не сопроводится вчинками, то сама по себе, она мертва. Вчинками, да? У нас говорят дела, там вчинки, то есть поступками. Лгать скажите, хороший поступок? Тут скажите, ради спасения то можно? Это тоже еще один вопрос. Римлянам 1 глава 17 стих. Праведный верою жив будет. И последний пункт, я заканчиваю. Наши дела должны пройти испытания с жертвенностью. Все, что бы мы ни делали, испытывается нашей жертвенностью. То есть у нас всегда есть, что делать. У вас есть всегда, что делать. Если вам не сказать, что нужно прийти сюда на праздник, поучаствовать, вы себе найдете, у вас всегда будут дела. И часто, очень часто люди уже запланировали свои дела на другие места. Когда я говорю о делах, которые будут испытаны, и Бог знает наше сердце, вот там очень интересно, говорит, какую бы, еврейский перевод, какую бы работу вы не исполняли, делайте ее от всей души, как люди, служащие, не только окружающим, но и Господу. Колоссянам, да, это 3 глава, 23 стих. И хоть бы, что вы робили, робиться от всего сердца. «Працюйте так, как бы працюйте на благо Господа, а не людей». Нам всегда хождение в Господь будет стоить. Всегда что-то будет стоить? Жертвенность. Время, место, удобство, качество или желание. То есть, эти все 5 слов говорят о жертвенности. Фактически Давид, когда встречается с одним из людей, как говорит, орны, да, он пытается сказать, что я не получу, ну-ка, не хочу принести Богу жертву даром, за который я не заплатил. Поэтому царь Давид отвечал, нет, я говорю тебе истинно, я заплачу тебе за землю то, что она стоит. Я не возьму Господу, Богу моему, жертву, которая ничего мне не стоила. Другими словами, всегда в нашей жизни будет жертвенность, то есть, стоит. И когда мы, нам будет задаться вопрос, что мы получаем, да, какое вознаграждение, то, скажу так, вознаграждение в конце туннеля обязательно будет. Просто хочу еще раз сказать вам это. Не думайте спастись или попасть на небеса, просто так, знаете, как, на пороге постоять. За порог нужно тоже будет ответить. За порог. Имеющий уши дослышит, что Дух говорит мессианских общинам. Побеждающему дам право съесть от дерева жизни, которое в Божьем саду. Первое, которое обещание Бог говорит тем, кто проходит этот путь, я дам вам попробовать этого древа жизни. А древо познания добра и зла, да, вы уже как попробовали, вкусно всю жизнь. А теперь дайте, чтобы вы вкусили от древа жизни. Это откровение, 2 глава, 7 стих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит общинам. Побеждающий не потерпит вреда во второй смерти. Ух ты! Вот еще вам вознаграждение какое-то есть. Имеющий ухо слышит, да слышит, 17 стих. побеждающий, дам вкушать сокровенную ману и дам им белый камень и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Мы получим новое имя и это вознаграждение. Я скажу честно, я там не был, не могу вам ничего об этом сказать, но что, что я вижу, я вижу, что есть вознаграждение тем, кто служит, кого Бог судит. на этом месте, которое называется Бима. Третья глава в Откровении Иоанна, 21 стих. Побеждающий, дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с Отцом моим на престоле его. Так что, дорогие, мы этот жизненный путь проходим не для того, чтобы просто быть на пороге. За него нам, как я уже сказал, нужно будет отчитаться у Всевышнего. Но какое вознаграждение для тех, кто побеждает плоть и в чем оно выражается. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блудничество, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварил, что поступающие так Царство Божие не наследует. И мы говорим, ну а питом, хорошо, мы не в этом списке, мы не в этом списке. А дальше, плод же духа, любовь, радость, медлаготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Имеется в виду, не то, что, вот, ну, лимит на любовь, на эти вещи, не лимитированы для вас. Но те, которые мессии, распространены, плод со страстями, похотями, если мы живем духом, то по духу поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Друзья, как мы получаем награду, которая нам принадлежит, быть внутри, не только сказать искренне, искать, знаешь, искренне я послал. А вот на самом деле понимаешь, что судья, твой Бог, не тот человек, который ты стоишь. Ты можешь его одурачить, оболгать, унизить, но Бог судит и получить награду мы можем, только изменяя себя. У нас просто жизнь, и не просто жизнь, а бонусная карточка, как я вам сказал. У нас есть бонусная карточка. И когда мы что-то делаем, у нас засчитываются бонусы. И вопрос сегодня для нас стоит, насколько наш банк, там, который на небесах, наполнен этими бонусными вещами. От этого зависит наше вознаграждение. Друзья, мы положим все наши заслуги перед Господом, как Писание говорит, они положили венцы и говорили, свят, свят Господь Сауов. Да, мы положим, мы не заслужены все, но если говорить честно, я говорю внутри себя, я хочу быть искренним с людьми, не болтать языком, и не обманывать их. Если у меня есть возможность, я это сделаю, если у меня нет, я должен сказать искренне, у меня реально не могу. Быть людьми, которые ценят свою бонусную карточку, чтобы не получилось так, пошел оттовариться, а там говорят, извините, 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 как головня из огня. Ты скажешь, каким образом ты мог посетить человека и нашел себе причину не так хорошо у меня с ним были отношения, не, наверное, он меня не помнит, или же прийти на собрание или евангелизацию, так кому я что могу сказать, тихо, спокойно, без меня там людей хватает, и таких ситуаций очень много, поэтому я хочу, чтобы мы сейчас встали наши ноги, у нас действительно мало времени и перед Богом, и перед теми вещами, которые у нас предстоит. Хотел, чтобы мы помолились и внутри себя реально спросили, насколько я искренен, насколько я честен, насколько же моя вера в моем хождении пред Богом она испытана, насколько я жертвенен. Вы знаете, что деньги не решают много вопросов, хотя Писание говорит, за все отвечает серебро. Но у нас есть хорошая поговорка, не имей сто рублей, а имей сто друзей, потому что друг, он поддержит тебя, а мы друзья друг к другу, мы искуплены драгоценной кровью, кровью и шоу мессии, мы когда-то сказали да, и вошли в эту большую семью, она очень разная, психологически, темпераментно, культурная, она очень разная, но что-то внутри Бог нас положил, что называется истиной, Пилат спрашивает Ишуа на том же месте, на биме, что есть истина, мы можем говорить правду матку людям, я же правду сказал, я дам просто момент такой, сестрам, братьям, кто-то скажет там твой муж блудник там и там ходит туда-сюда там тире-пире там все наговорило, я же правду сказала, а семья развалилась, не собрали до кучи, но я же правду сказал, кому нужна твоя правда, истина, вот в чем, привели женщину взятую прелюбодеянии, правда, конечно, полностью правда, а в цена, в чем, Ишуа говорит, я не сужу тебя, не сужу тебя, потому что я мог кинуть тебя камень, когда была бы большая гора, братская могила, но впредь, не иди, не греши, только прошу, он не сказал, иди за мной, он не сказал, следуй за мной, иди, не греши, мы можем говорить правду, но истина в чем, кто-то скажет, у нас, у каждого своя истина, говорят так люди, истина только у Бога, в том Писании, которое написано, кто-то скажет, ну, более мирские люди, истина на дне бокала, да, говорят так тоже, друзья, нет там истины, там есть правда, ты просто до дна допил, и там правда, вот, до дна, там правда, а истина, она вот там в Библии, и эта истина нас будет судить, насколько мы честны, друг перед другом, как мы сворачиваемся со всех сторон, или когда мы не хотим что-то делать, насколько мы честны, насколько мы жертвены, насколько у нас хватает веры, не просто молиться за исцеление, сколько нас хватает веры жить делами, которые мы творим, быть уверенным, что то, что мы делаем, это правильно, и в этом состоянии молитвы, я прошу, чтобы мы спели ту песню, которую мы последнюю во время пославления пели, там очень классно говорится об его имени, только одно, только одно звучит, позже поднимаем к тебе наши руки, если здесь есть люди, которые хотят сделать этот шаг покаяния, оно нужно делать, но не строить себе место или награду из покаяния, а выйти и сказать, Ишуа, ты есть истинный путь, ты есть наше упование, я хочу преображаться в тебя, в твой характер, это имя, которое превыше всех имен, и которому мы дадим отчет, мы станем отубимым и проповедовать кричать, выгласить, говорить какие-то вещи, манипулировать или что-либо, а отчет стоять и сказать опс, как этот детектор лжи, он задает вопросы на то, что ты делал, а истина, мы говоря это имя, отдадим ему наше сердце, если кто-то смотрит наше прямое эфире, хочу сказать, что есть вознаграждение в конце туннеля, возможно сейчас ты не знаешь где-то находишься, но ты искренне открытой душой надеешься на Бога, и Он тебя спасет, не просто выведет на свет, а изменит, ты не заблудишься, потому что Он есть тот свет, и нет вокруг него тьмы, слово Его является светильником нашей ноге, мы нашли этот путь, и когда станем перед Ним, Он знает наше сердце, не сможем оправдаться ничем, я надеюсь, что я построю на основании Христовом, на миссии моем, тот дом, который устоит, не из соломы, а если даже есть какие-то части соломы, будет выжжено и останется драгоценное, самое чудесное, и я войду и скажу, Аббас, спасибо, я услышу этот голос, войди, верный, добрый раб, я дам тебе и поставлю тебя над многими, вознаграждение, возможно, это чувство, оно неизвестно нам, я хочу так жить, чтобы я был поближе к престолу, поближе к другим местам, чтобы я не затерялся в этой толпе миллиардов спасенных людей, я хочу так жить, чтобы смотреть ему в глаза и сказать, Тирхиодна имя, имя, seeing хорошо это , но ты это это так никак